Приморский край наращивает поставки в КНР, сельхозпродукции, морепродуктов и древесины. В текущем году товарооборот между территориями должен достичь 10 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка по итогам Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине. В ходе встречи стороны подробно обсудили ход реализации совместных проектов, предложение делового сообщества по расширению взаимодействия, а также опыт регионального сотрудничества. Олег Кожемяка по итогам заседания подчеркнул, что в данный момент Приморье является главными морскими воротами России в Китай. Приморье – это главные морские ворота нашей страны с Китаем. Мы видим, насколько важно для Приморья, для бизнеса в целом, для всей инфраструктуры, взаимоотношений с КНР. У нас товарооборот с 2022 года вырос на 46%, сейчас составляет 7,5 миллиардов долларов. Я думаю, что в этом году достигло 10 миллиардов. То есть это поставки комплектующих, это продавочная продукция, это автомобили, это частично на наши те заводы, которые строят, краболовы, другие суда, это оборудование, которое поступает. Поэтому сегодня это полная интеграция и, безусловно, это экспорт с Приморского края продукции, сельхозпереработки, древесины. Безусловно, мясо имеет рыба, морепродукты. Для нас имеет большое значение установление и поддержание таких связей на высоком уровне. Губернатор добавил, что одна из главных задач в условиях экономических санкций – поиск новых партнеров и расширение торговли. Потенциал у Приморья большой 2023 – первый год после снятия ковидных ограничений, поиска и налаживания новых партнерских отношений. Наша задача – это привлечь инвестиции, привлечь инвесторов для того, чтобы создавались мощные предприятия, для того, чтобы глубокая переработка производилась в Приморском крае. Поэтому наши поездки сопряжены именно с этим. В этом нас поддерживают все те представители сегодняшней делегации, с Минпанторга, с Министерства экономического развития Российской Федерации, которые были здесь. И мы ряд проектов обнародовали, которые будут иметь большое значение и для роста экономики Приморского края, а также для углубления и развития наших отношений между Приморьем и Китайской Народной Республикой.